ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Слушаю вас! Так, ну давайте с вами. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По поводу чего я пришел в курсе? Ну, мне девочки говорили, что какая-то проблема была с хлебом и, по-моему, с сыром, да? Ну, как бы прошло. Ну, то есть вы купили 10-го числа, вы купили хлеб, который по 10-му. Они тут же вы выбрали? Не так как 10-го, там где-то 5-го было. Мне очень жаль, я подношу свое извинение, объясню. Нет, целую тележку продали. Разрочные. Целую тележку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая ситуация у нас случилась на магазине совсем у некоторых городах. Мы работали с одним продавцом, который даже к нашему магазину не имел отношения. Просто с другого к городу приехала девочка временно, просто на кассе. А приходят... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, которая вот продавала, да, с челочкой. Ну, не наш сотрудник, вы сами знаете, он даже не с этого района, вообще не с нашего города. Я тоже могу с вашего города, но не важно. Ну, короче, она тут из красоты. И на смене один аутсорс, который вообще вот этого всего не касается, она просто выкладывает телеги вот с сухачем. То есть, понимаете, один товаровед на все. Она говорит, я успела, вот что успела, собрала с молочки, там, с хлеба, что-то, возможно, не увидела. Про сыр вообще просто даже никто не вспомнил. Некому было им заняться. И у вас снова просроченный сырный отрывать. Где же у меня просроченный? Каким он числом упакован? 11-ое. Какое время? 12-35. Срок реализации? Райк. Опа. И вот это вот потом на полку пойдет, после пола. Да, замечание делать. Что? Рай, давай, убери пока сырный. Ну что, замечание делать? Нет, я не буду. Ага. Она со мной. Сейчас она все пересмотрит, все уберет, все, что. Что? Здесь не должны жить. А посмотри на даты, посмотри на время. А не слово все просто. Все. Все. Все 11-ое число. Все телегу, Райк. Красавица, сардельки. Сейчас Дарья, ну, тоже новичок. Вот просто человек, он не работает 2 часа. Пока она говорится с сосисками, да? Сосиски никуда не убедут. А вот все, я могу взять сейчас и купить. Ну, вы уж не берите, мы сейчас его снимем и уберем из продажи. Ладно, я не поплю. Кто-то другую может купить. Нет, нет, она уже теперь никто не купит. Просто действительно у меня сейчас... Вот смотрите, такие нарушения прямо при вас происходят. Да, вижу. Понимаете? Вот закрывайте нас. Вот просто избушку на плюшку закрывайте. Потому что мы не можем справляться. Так, вот. Сегодня как у вас тут происходят дела? Смотрели. Ну, вот смотрите, опять просрочили. Десятое, одиннадцатое, двенадцатое. Шесть утра было изготовлено. Шесть утра. Сегодня двенадцатое. Просрочили? Светлана лично ходила, все смотрела. Сейчас еще раз отправлю. Вот смотрите, еще просрочка. Десятое. Как так-то она смотрела? Вот так, вот вы мне объясните. Вот это вот надо, на помоечку, вот. Эй-эй-эй. Света! А, Свет! Тихонький, да-тихонький. Тихонький, да. Ну вот, смотрите, тоже на помоечку. По два часов. Это у нас сколько? Пять суток. Посмотрите. Вот этот тортик просроченный. Ну, шесть плюс пять, одиннадцать. Свет, вот скажи мне, пожалуйста, хлеб сегодня тоже снимал убирал? Или подкором? А, Рая? Рая, что-то залипночка. А, ну вот, четыре ноль ноль. Тоже просроченный выходит. И здесь по-любому так же. Рая! Ну вот это вот 2 ноября аж. Да, сюда, 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 куда, сюда. А, понимаешь? Что, 20 часов. Ну, это же, девчонки, серьезно, это невероятно. Это же намного уже просрочно, да? Седьмого числа еще. Ну, это не должно так быть. Мы должны снимать суток. Светлана, скажи по-честному, я же прав. Прав. На сто процентов вы правы. Вот на сто процентов. Ну, просто надо приходить и заниматься не своей работой, а заниматься тем, что идти и проверять работу просто каждого продавца. Каждого, понимаешь? Ужас, ужас. Ужас. Елена Константинова. Вот 30 раз вот занимала. Кстати, тесто, тесто, тесто. Есть у вас тесто тут в продаже? Если перевозят, то есть. Вот оно. Вот выбрасывать сразу надо. Время не установлено. Ну, 24 часа. Если оно утром было изготовлено, то оно уже просрочено. Ну, нельзя такое вот. Где-то у вас еще что-то, я видел тут. Вот тесто. Я понимаю, что оно свежее, но времени нет. Он еще заморожен. Что времени-то нет. Ну, вот видите, ну а что я могу сделать? Он опасен. Для жизни, здоровья граждан. Он же сготовлен 12-й. Вот как вот действительно судить, что у вас? Ну, вы на производителя ругайтесь, там еще на кого-то. На поставщику. Я сейчас в МОЗу буду писать тогда. Что-то у меня многие поставщики. Вы понимаете, просто вот можно сделать контрольную закупку и все. Ну и с конфетками. Вот так ничего и не решили у нас. Родная аннотация должна быть. Да мы все понимаем. Замечания все в тему. На самом деле. Вырук любым рисовым продуктом. Да, мы знаем. Честно слово знаем. Так люди, которые работают давным-давно в торговле, мы это все прекрасно знаем. Столько блоков. А про магнит, там, про гильки. Скажу понятно. Все везде. А то у меня сейчас глаз вывалится. Подписывайтесь на мой канал. Там уже и канал есть. Аня. Субтитры сделал DimaTorzok